Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Особое внимание улучшению жилищных условий. Депутаты городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной утвердили перераспределение средств на сумму более 460 миллионов рублей. 436 лет со дня рождения. Самару готовят ко дню города. Какие задачи поставлены перед профильными службами? Лето красное пропеть и при том не обгореть. Как защитить кожу от воздействия солнечных лучей? 5. Дневниканный франк или унесенный ветром. Что читают самарцы во Всемирный день книголюба? В соответствии с цветами Андреевского флага. В Самаре готовятся отпраздновать день российской тельняшки. Уважаемый Дмитрий Игоревич, в России вас знают как руководителя высшего уровня, ответственного, успешно воплощающего в жизнь самые смелые планы и амбициозные идеи. Благодаря вам наш регион динамично развивается и занимает лидирующие позиции по многим жизненно важным показателям в стране. Самарская область делает значительные успехи в реализации национальных проектов, инициированных президентом. В регионе создают благоприятные условия для развития промышленности, экономики, сельского хозяйства и бизнеса. Реализуют масштабные инфраструктурные проекты. Вы смогли отстоять перед главой государства строительство новой дороги, обход Тольятти, в состав которой войдет новый мост через Волгу. Этот крупнейший в стране проект на основе государственно-частного партнерства не просто получил право на жизнь, он выполняется с опережением изначально установленных графиков. Вы стали примером губернатора, который занимается не только внутренними делами вверенного региона, но и укреплением его имиджа на международной арене. Самарская область выстраивает тесные партнерские отношения с Республикой Беларусь. При вашей поддержке самарские добровольцы в числе первых отправились налаживать мирную жизнь на Донбассе и сейчас активно помогают восстанавливать город Снежное. Мы знаем, с вами наш регион в надежных руках. Уверены, что ваш богатый практический опыт руководства, активная жизненная позиция и профессионализм будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Самарской области. Дмитрий Игоревич, пусть рядом с вами всегда будут верные товарищи и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди. С днем рождения! Особое внимание улучшению жилищных условий разных категорий граждан. Депутаты Самарской городской думы на заседании при участии главы Самары Елены Лапушкиной утвердили перераспределение средств бюджета на сумму более 460 миллионов рублей. Деньги направят на покупку квартир для детей-сирот и горожан, которые находятся в очереди на переселение из аварийного жилья. Также дополнительные средства потратят на улучшение работы муниципального транспорта. На закупку квартир пустят и новые поступления из вышестоящих бюджетов на сумму 268 миллионов рублей. Мы продвинулись в рамках переселения наших самарцев из-за аварийного жилья. Самое главное еще, так сказать, параллельно с этим мы получили уже согласование с застройщиками, потому что и деньги нужны, да, но и нужны, так сказать, согласно всем имеющимся нормам, еще, так сказать, иметь жилье. В ускоренном режиме подготовить Самару к будущим праздникам, спортивным событиям и фестивалям, которые пройдут в городе в середине и конце августа, а также в сентябре. Такую задачу перед профильными службами поставил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин на еженедельном совещании. Службы жилищно-коммунального хозяйства в первую очередь должны будут осмотреть состояние таких площадок, как Струковский сад и набережная. Уже 12 числа здесь отпразднуют День военно-воздушных сил России. Кроме того, эти общественные пространства будут в центре внимания горожан во время Волга-феста, 1 сентября и в день рождения города. Также ближе к концу августа в Самаре состоится традиционный забег. В связи с этим руководитель профильного департамента поручил службам как можно быстрее устранить все вскрытия. На полевом спуске, на пересечении улиц Молодогвардейской и Ульяновской и на улице Рабочей, недалеко от театра оперы и балета. Ко всем вскрытиям пристальное внимание, но здесь в связи с проведением мероприятий, естественно, берем на контроль, потому что 21 числа у нас будет проходить марафон. В данные дороги попадают маршрут, аттестованный по марафону, по забегу. Поэтому данную территорию необходимо в кратчайшие сроки привести в нормативное состояние для того, чтобы марафон состоялся. Далее о других событиях этого дня. В Самарской области ввели полный запрет на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства. Из документа следует, что запрет будет действовать во всех лесничествах губернии в период с 9 по 23 августа 2022 года включительно. Напомним, в регионе с 15 апреля по 15 октября действует особый режим для предотвращения лесных пожаров, а за его несоблюдение грозят штрафы, притом крупные. Так, за нарушение противопожарной безопасности граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц сумму составит от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей от 60 до 80 тысяч, а для организаций от 400 до 800 тысяч рублей. Поджигателям грозит уголовная ответственность или штраф до 2 миллионов рублей, если при пожаре погибли люди. Российские банки получили право приостанавливать операции в валюте стран, которые заморозили их активы. Указ, который предусматривает временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам, банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации. Также ЦБ РФ сможет определять максимальное значение комиссий банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. В Самаре квадроцикл протаранил остановку после столкновения с легковушкой. 59-летний водитель Лада Гранта ехал по Красногринскому шоссе в сторону улицы Сергея Лозу. В районе остановки Озерки мужчина не уступил дорогу квадроциклу, произошло столкновение. После удара квадроцикл врезался в остановочный павильон, где жительница Самары ожидала общественный транспорт. С места ДТП водитель, пассажир квадроцикла и женщина доставлены в лечебное учреждение. Последнюю вскоре отпустили домой, сообщает в ГУМВД России по Самарской области. Российские специалисты спасли котенка дальневосточного леопарда. Он остался без мамы. Его поместили в центр реабилитации диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». Это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Во время осмотра у животного обнаружили небольшие раны. После их обработки и внутривенных инъекций для борьбы с обезвоживанием котенка поместили в специальный карантинный блок. Результаты анализов показали отсутствие заболеваний. Сейчас животное чувствует себя лучше, набирает вес. Вскоре из карантинного блока его выпустят в вольер. До конца лета осталось меньше месяца, но жара не отступает. Оказавшись на пляже или на открытом воздухе, нужно позаботиться о своей коже. Мы собрали для вас рекомендации врачей по эффективной защите от солнечных ожогов, и я поделюсь с вами подробностями. Солнечные ожоги – проблема номер один жарким летом. В это время года, выезжая на природу, а в особенности на пляж, без должной подготовки можно сгореть буквально за час. Вот только знают об этом лишь заядлые любители пляжного отдыха. Жительница Красного Яра Екатерина говорит, любит проводить время летом возле водоемов, поэтому всегда берет с собой защиту от солнца в виде специального крема. Каждый раз, когда выходим на солнце, защищаемся СПФом, СПФ-30, для того, чтобы сохранить кожу и не получить солнечные ожоги. Ну и плюс ко всему, выходим утром пораньше и после четырех, потому что с 11 до 3 как раз солнце очень активное, и для кожи это очень вредно. Однако, пользуясь кремами от загара, стоит помнить об их правильном применении. Наносить средство нужно за 20-30 минут до выхода на улицу, обновляя каждые 2-3 часа. Если планируете купаться, лучше взять водостойкий крем СПФ-30 или даже 50 и наносить его сразу после выхода из воды. Не стоит на креме экономить. На лицо и шею нужно нанести примерно половину чайной ложки крема. Столько же на каждую руку. Чуть более одной чайной ложки средства на каждую ногу. Одну ложку для груди и живота, еще одну для спины и плеч. На природе нужно находиться в головном уборе и иметь при себе бутылку с прохладной водой. Медики говорят, что такая профилактика действительно эффективна. А вот, к примеру, уже имеющийся загар от ожога кожу не спасет. Если все-таки возгорели на солнце, меры нужно принимать как можно быстрее. Не стоит использовать народные методы и лучше обратиться к специалистам. Однозначно никакой сметаны на ожоге наносить нельзя и вообще жирные кремы. Должны быть влажно-высыхающие повязки. Если это рана образовалась, то, я уже сказал, хирург назначит соответствующее лечение. Ну, как правило, она заключается в обработке раневой поверхности какими-то дезинфицирующими веществами, которые есть в каждой аптечке дома, и нанесение на рану влажно-высыхающих повязок. То есть ни о какой сметане, жире, в том числе гусином жире и так далее, речи быть не может. А чтобы облегчить боль от ожога, медики советуют использовать охлаждающее средство с алоэ вера и противоожоговую мазь с содержанием пантенола. Для быстрого заживления можно начать принимать витамин Е. И помните, вредное воздействие ультрафиолетовых лучей удваивает риск получения самой смертельной формы рака кожи – меланомы. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. В соответствии с цветами Андреевского флага. В Самаре готовится отпраздновать День российской тельняшки. Традиционно события отмечают в середине августа. О том, кто в наше время носит нательные полосатые майки и каков портрет этого человека, расскажет Александр Гусева. Этот праздник не отмечается в календарях, хотя и является достаточно популярным. У большинства людей при виде тельняшки возникают ассоциации с военным ремеслом. И не зря первыми, кто стал носить нательные полосатые рубахи – это моряки, причем еще во времена парусного флота. Вероятно, контрастные полосы позволяли разглядеть матросов в сумерках, на фоне парусов и даже в непогоду. Чаще всего тельняшка – отличительный атрибут военных, служивших в ВДВ или ГРУ. Сергей Ветышкин посвятил не один год своей жизни военному ремеслу. Мужчина с гордостью вспоминает, как пошел добровольцем на фронт, когда стране понадобились бойцы. Сначала служил в разведывательных мотострелковых подразделениях. Постепенно зарекомендовал себя как профессионал в военном деле. Тогда ему и поступило предложение о службе в более серьезных структурах – в войсках специального назначения. Мужчина участвовал в спецоперации на Северном Кавказе, где получил два тяжелых ранения и признание. Сергея наградили орденом мужества за выполнение поставленной задачи. Когда мы уже себя зарекомендовали, нас уже пригласили служить в более высокие структуры войска специального назначения. Здесь уже нам удалось реализовать себя в полной мере, в полном объеме. Было тяжело. Половина моих товарищей, с кем я пришел, к сожалению, погибли на той войне. Ну, я остался, война закончилась, и теперь я занимаюсь воспитанием детей. Через несколько лет после завершения службы к Сергею стали обращаться родители с просьбой позаниматься с их детьми и рассказать о военном опыте. Тогда и было принято решение о создании военно-спортивной секции «Отряд Берет». Чуть позже, как и полагается военно-спортивной организации, «Берет» вступил в ряды юно-армейского движения. А это что у вас? Прямо тут? Да, мужество. А это вот это? Это несадники. Это за инармией? Это за инармией. А вот это вот самая большая? Это часть воевых действий. Обучаться военному мастерству приходят ребята от 5 до 17 лет. Сергей Ветышкин разработал специальную программу. Ребята активно проводят досуг в любое время года, участвуют в соревнованиях и походах. Воспитанники Сергея не боятся ни грязи, ни пыли, ни высоты. Ребята молодцы, отмечает тренер. К примеру, Арсений Саркисян ходит в секции уже 4 года. В этот раз он был первым, кто прошел по веревочному городку и спустился по канату к финишу. Ну, когда именно начинаешь слетать, тогда страшнее всего. Тебе нравится высота? Да. Станислав Ефремов занимается чуть дольше. За это время он успел поучаствовать в большом количестве соревнований и походов. Говорит, что больше всего ему нравятся динамичные занятия. Поэтому он с удовольствием занимается бегом и акробатикой. Проходили соревнования по метанию ножей, по сборке и разборке автоматов. Кто больше всего нравится? Динамичность и коллектив. А вот Миша Королев – один из самых юных воспитанников. Несмотря на свой возраст, он уже многое умеет и с удовольствием рассказывает о том, как Сергей Александрович учил его военному делу. Когда я пришел в юнармию, меня сначала Сергей Александрович учил бегать, а потом разбирать автоматы и пистолеты. Потом я стал уметь разбирать пистолеты, а автомата еще нет. Сергей Ветышкин утверждает, большинство детей приходят в его секцию именно по зову сердца и по примеру своего наставника строят военную карьеру. На несколько полосатых сильняшек, шутя говорит Сергей, становится больше. И это радует, ведь каждый из них – будущий защитник Родины. Александра Гусева, Максим Гусев, События. Сегодня в мире отмечают Международный день книголюбов. И как выяснил наш корреспондент, читать книги в нашем городе любят как взрослые, так и дети. Если подростки выбирают произведения по школьной программе, то взрослые предпочитают новинки или перечитывают то, с чем ознакомились в юности. Из современной Самарской библиотеки репортаж Сергей Кизоркина. В семье Карапетян печатные книги читают взахлеб, поэтому для экономии семейного бюджета записались в библиотеку. Мама Лиана этим летом прочитала бестселлер «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл. Дочь Вероника поставила себе более сложную задачу – освоить весь список литературы по школьной программе, которой задали на лето. До начала учебного года нужно успеть прочесть Тома Сойера Марка Твена и Алая Паруса Александра Грина. Младшим братьям берет сказки «Русские и зарубежные». Замечательная библиотека, глаз радуется от количества литературы разные, в том числе и зарубежные привлекает. И я беру и для младшего запуск речевой, речевого развития. Поэтому все есть для всех категорий, а читателя здесь все есть, любая литература. Поэтому мы с удовольствием сюда приходим. Периодически я специально беру поменьше книг, чтобы мы в следующий раз пришли еще, еще, еще. Старшее поколение удивляется сегодняшнему разнообразию и доступности литературы. Галина Якличева родом из деревни. Тогда в местной библиотеке было всего около сотни книг, которые зачитывались до дыр. В современной Самарской библиотеке можно найти и раритет, и новые произведения. Книги Галина Якличева читает всей семьей. С внучкой потом любит обсуждать прочитанное. Мы дома вместе читаем. Бывает, она читает, я слушаю, и потом она уже... Мы видим, что в мультике там другое, а в книжке там намного больше. Центральная городская детская библиотека на аэродромной 16А была полностью переформатирована по национальному проекту «Культура» два с половиной года назад. Теперь это книжный лабиринт. На полках около сотни тысяч произведений. Разнообразные тематические зоны. Скучать не приходится. Библиотека не просто место книгохранения и чтения в тишине. Это место общения и творческого развития. Все пространство библиотеки сделано в формате книжной кругосветки. То есть у нас весь дизайн, все это выполнено в таком формате, относящемся к национальному парку «Самарская лука». Вот, например, у нас старший абонемент – это «Молодецкий курган». Младший абонемент – это «Песочный город». Игротека – это «Остров зелененький». Медиатека – это «Золотая пещера». Конференц-зал – это у нас фестивальная поляна. И мастерская – это задельная. В ходу по-прежнему фантастика и детективы. Кроме классической книги – популярны комиксы. Из новинок – цифровой формат 4D. То есть рассказ без текста. Только одни картинки. Из авторов пользуются большой популярностью Михаил Шолохов – «Тихий дон». Эрих Мария Ремарк – «Три товарища». Джоан Роулинг – «Гарри Поттер». Нарине Абгарян – «Манюне». И, конечно, Александр Кушкин с его сборником сказок. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Большое возвращение в спортивный календарь Самары. Впервые после пандемии легкоатлетический забег «Соколье-горы» прошел в полном объеме. Для спортсменов подготовили сложные рельефные маршруты на любой вид подготовки – от детей до профессионалов. Старты запечатлела и наша съемочная группа. Евгений Чигунов лишь несколько лет назад пристрастился к бегу на длинной дистанции, а теперь приучает к этому своего сына. Сейчас семья Чигуновых – настоящий фанат этого простого легкоатлетического вида. В этом году отец и сын не пропустили ни одного массового старта в Самаре. Планируют даже выезжать и в соседние города, например, в Казань 9 октября. С 2018 года начал бегать. Потихоньку, потихоньку, с 3 километров, потом 5, 10. И вот Самарский марафон решил на 21-й бежать. Это для подрастающего поколения, то, что мы за спорт, что это полезно. Спортивный праздник Соколей-Горы впервые после пандемии прошел в полном объеме. Этот старт включает в себя три вида. Зимой состоялись лыжные гонки, а летом соревнуются бегуны и велосипедисты. В этот раз трассу проложили на нижней части лыжной базы «Чайка». Маршрут получился рельефным, что добавило азарта атлетам. Стартовали спортсмены на разные дистанции, в зависимости от возраста и уровня подготовки. Детский – на 600 метров. Для начинающих – Самарская миля длиной 1586 метров. Те, кто опытнее, могли покорить трассу в 3,10 километров. Мы очень довольны тем, что старты возобновились, и возобновились они достаточно успешно. Конечно же, мы ждем развития. Все этому способствует. Здесь великолепная природа. Уникальный ландшафт Соколь-Гор позволяет проложить трассы в живописных местах нашей Самарской области. Каждому на финише вручали медаль участника. Впереди у любителей легкоатлетов насыщенный август. Забеги будут проводиться каждую неделю. А завершится беговой сезон 4 ноября массовым стартом в беге «Моедины». Андрей Горгуленко, Василий Кладашов. События. В Самарской области определился обладатель регионального футбольного кубка. Самарские баскетболисты в дисциплине 3 на 3 разыгрывают путевки на Кубок России. А тольяттинские хоккеисты завершили домашний традиционный предсезонный турнир Кубок Сахарова. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В парке Гагарина состоялся третий отборочный этап Кубка Самарской области по баскетболу 3 на 3. Он завершился двойной победой команд Самары. Девушки в финале разгромили команду «Хит Уэйв». А в мужском турнире в финале и вовсе встретились две основные команды региона. «Самара» переиграла «Самару-2» 21-16. В ближайшее воскресенье, 14 августа, состоится финальный этап Кубка области. На нем будут разыграны путевки на Кубок России. В Отрадном состоялся финал Кубка Самарской области по футболу. В решающем матче встретились хозяева поля «Нефтяник» и победитель прошлогоднего турнира «Восход» из Большечерниковского муниципального района. 30-градусная жара сказалась на качестве футбола в первом тайме, поэтому он получился достаточно тяжелым для обеих команд и завершился без забитых голов. А после перерыва хозяева все же смогли пробить оборону соперников. Футболистов «Восхода» ответить не получилось. Итоговый счет 3-0 в пользу «Нефтяника», который и стал обладателем Кубка Самарской области. В Тольятти завершился хоккейный турнир Кубок Сахарова среди молодежных команд. Хозяин льда, клуб «Ладья», занял четвертое место из пяти. В заключительной игре турнира автозаводчане переиграли «Екатеринбургское авто». Основное время матча завершилось в ничью, а в серии буллитов, точнее, оказались тольяттинцы. Победителем турнира стали «Амурские тигры» из Хабаровска, которые выиграли все четыре матча. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. А также, как идет подготовка к новому учебному году и отопительному сезону. Расскажут о новых возможностях управления многоквартирными домами при помощи системы ГИС ЖКХ. И как город готовится встретить свой 436-й день рождения. Эти и многие другие вопросы будут затронуты в прямом эфире. Звонки в прямой эфир будут осуществляться по телефону 202-11-22. В активную фазу в ходе строительства станции метро «Театральная», говорится в телеграм-канале руководителя пресс-службы мэрии Елены Рыжковой. Долгожданная станция соединит отдаленные районы с историческим центром. Набережная, театры, музеи, городские фестивали и праздники, офисы и рабочие места, архитектура и уникальная атмосфера центра Самары станут еще ближе. В этом году юбилей Самарского метро 35 лет. В связи с этим планируется новая серия материалов об истории станций и строителях. Поделиться интересными фактами, фотографиями о Самарском метрополитене могут и жители города, а также историки, краеведы, урбанисты. Все, кому интересны темы истории и развития метро. С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платеж для организации предпринимателей, информирует телеграм-канал Кировского района. Налогоплательщикам будет достаточно внести средства на единый счет, указав только два реквизита – сумму платежа и ИНН. Перечисленные денежные средства будут автоматически распределяться налоговыми органами в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной очередностью. Более подробную информацию можно получить по опубликованным ссылкам. Минэкономразвитие предлагает запустить новый кредитный продукт для бизнеса на основе совмещения двух инструментов – субсидирования процентной ставки и льготного фондирования по программе «Стимулирование кредитования», сообщает в телеграм-канале Красноглинского района. Это позволит предприятиям получить инвестиционный кредит для перестройки и производственных процессов и развития импортозамещения сроком до 10 лет. Для среднего бизнеса ставка составит 3%, а для малого и микробизнеса – 4,5%. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы были отобраны обрабатывающие производства, переработка сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, будут ли самарцы делать заготовки на зиму. Более половины опрошенных ответили, что ничего заготавливать не будут и планируют все купить в магазинах. 29% горожан уже вовсю готовят соленья на зиму. 13% как раз обдумывают этот вопрос. Еще 12% скоро приступят к консервации. А тем временем число просмотров, которые сгенерировали подписчики телеканала «Самара ГИС» на видеохостингах, преодолело очередной рубеж. Показатель превысил отметку в 29 миллионов. «Самара ГИС» является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ города. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» на страничках в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok